Открытый диалог, открытая власть. Встреча с жителями сельского поселения Гребневская прошла в Доме культуры Богослова. Вопросы самые разные, от жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы. Отвечать жителям и перед жителями, выстраивать конструктивный диалог, решать проблемы. Встреча руководства района с населением, не мероприятие для галочки, а возможность снять социальное напряжение, помочь населению в решении тех или иных вопросов. Андрей Юрьевич Воробьев нам настоятельно рекомендует, губернатор наш, чтобы мы встречались с жителями. Да и мы сами понимаем, что это необходимо по одной простой причине. Тем самым мы формируем доверие внутри нашего гражданского общества, а вы формируете дополнительные требования к власти, понимая, что она должна работать так, как вы хотите. Мы готовы вас услышать. Я тоже самое здесь была потом и на партийном приеме. Мы принимали вместе с Еленой Эдуардовной и Слуцкой. Что-то удалось решить, что-то не удалось решить. Но я думаю, что все вместе мы все равно добьемся того, чтобы все вопросы были решены. И самое главное, улучшилось и с каждым годом улучшалось качество вашей жизни. Волнует население вопрос подачи ресурсов. В деревне Богослово вот уже третью неделю нет горячей воды. Местная котельная осталась без света. Электроподстанция, обеспечивающая коммунальный объект ресурсом, находилась на частной территории и по решению суда была снесена. Работы по возобновлению подачи электричества ведутся, однако коррективы в сроке их проведения внес прошедший ураган. На данный момент принято решение о заключении договора аренды и по территории уже теперь не ИП Дунаевой, а ИП Дунаева. Будут протянуты, соответственно, опоры, поставлены опоры, протянуты электроснабжения. И мы бы подали ресурс раньше, только, просим прощения, были проблемы с ураганом. И весь МАЭС, как практически в составе, со всеми своими аварийными бригадами, работал по устранению последствий урагана. Поэтому постараемся 13 июня подать ресурс. На злобу дня и вопрос вывоза бытовых отходов. В поселении лишь малая часть жителей частных домовладений заключили соответствующие договора. Многие предпочитают складировать мусорно-контейнерные площадки возле многоквартирных домов или организовывать стихийные свалки. Также на встрече говорили о состоянии медпунктов в деревне Богослова. Созданные там условия мешают нормальной работе медика и приему пациентов. Мы приходим зимой, там очень холодно, феший сидит с обогревателем, в двух куртках и невозможно детей смотреть, как необходимо. В 85-й округ мы посмотрим по стандарту, что должно быть в этом и, соответственно, посмотрим по помещению. Хорошо? Помимо этого на встрече поднимались вопросы к ремонту многоквартирных домов, состояния лесных массивов, земельных и имущественных отношений. Озвученные проблемы и вопросы будут направлены в работу. Диалог получился конструктивным, отметили все участники дискуссии. Ко мне обратились жители 9-го дома как раз по проблеме того, что у них протечка кровли происходит. Алексей Васильевич пообещал, что посодействует в вопросе включения в план капитального ремонта. Либо они предложили второй вариант – включить ДРЗТ в развитие территории дальнейшее. То есть, возможно, что этот дом просто поставят под расселение. У нас есть отчет за прошлую встречу. Мы практически все вопросы, которые задавали жители, решили положительно. Поэтому сейчас выслушали жителей. Конечно, вопросы разные. Есть вопросы, которые требуют серьезного вмешательства, есть вопросы, которые решить легко. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».